Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Это видео рассказ моей экскурсии прогулки по Новой Басманной. Небольшой фрагмент о звезде немого кино Вере Холодной. Съемка Сергея Иншакома. 18 сентября 2021 года. Снимого кино. Умерла она очень рано, 25 лет. Была молодая, харизматичная, необычайно харизматичная. Сама народом с Полтавы, из русских, из украинцев, наверное, вот так малоросов. Очень талантливая девочка. Она отличалась от всех детей. У нее две сестры еще есть, они ее даже назвали такой не в себе, сумасшедший, потому что она мечтательная была. Она, по всей видимости, была очень сильно правополушарной, интуитивной. Она манкой была. На нее просто вот, когда она уже стала актрисой, сначала бабушка ей запретила быть актрисой, ее обучали в гимназии, запретили ей балетом заниматься. Но все равно это все прервало. Влюбилась она в некого Володю Холодного. Сама она по фамилии Левченко была Володю Холодного. И вопреки своим родственникам, бабушки очень жесткой, которые их сюда взяла из Полтавы, перевезла. Бабушка вдовела и сказала, чтобы они приезжали там. Приезжала дочь с детьми, с муком приезжала сюда. И бабушка тут всем рулила. Но она вот из-под ее влияния как-то вот вышла, это Вера Холодная. Видимо, несчастная тоже жертвенная женщина. Она играла в жертвах в фильмах. И, видимо, вот это то, что она играла, перешло у нее и на ее жизнь. Несмотря на то, что она добилась хорошего успеха во время Первой мировой войны, пока шла война, ее муж ушел на фронт добровольцем. Она вынуждена была работать. А работать она как? Она хотела только актерством работать. У нее это получалось. Кстати, она начала потихонечку зарабатывать и кормить семью, детей, ребенка. Она дочку родила. Еще взяли на усыновление девочку Нонну. Вот. И потом у них муж, когда вернулся с фронта, у них как-то лады, не лады пошли. А Вера в 1916 году стала уже звездой немого кино. И уже везде приглашали. Даже Станиславский приглашал в МХТ работать. МХТ тогда называлась. Она отказалась, потому что она хотела именно с кино заниматься. Она не была профессиональной актрисой. Вот она уезжает на гастроли. Ее приглашают на гастроли. Она уезжает вместе с мамой и с дочкой, с дочками в Одессу. Это 1918 год. Но там белогвардейцы. И она там выступает перед добровольческой армией. Там очень много французов. Интервента. Интервенция французская. А там главный министр этих французов за ней ухлестывает, ухаживает. И к ней подсаживается чекистский агент. Парень тоже молодой. Он ей ровестник. Где-то 1896 года. Тоже где-то лет 25 ему. Вот. Он с ней, значит, там тоже знакомится. У него была задача выуживать планы французов на вот то будут, они не будут. Но это благодаря этому парню, этому чекисту, саму француз по происхождению. Я потом вам скажу, как он забыл это французское его имя. Вот. Короче говоря, он сделал так, что все эти интервенты французы в три дня убрались с Одессы. Это была его работа. Но его не просили этого белогвардейца. Они перехватили его письмо, которое он писал чекистам о вере холодной. Потому что они его попросили, чтобы через нее выйти на этих главарей французских и добровольческой армии. Он сказал, что она наша. Ей предлагали покинуть Россию, эмигрировать во Францию. Он сказал, что ни за что не покину Россию. Потому что трудный момент. Короче говоря, она вот такая патриотка осталась. Но и в 19-м году, она все время находится в Одессе. В 19-м году происходит та самая испанка, которая сегодня наше модное заболевание один в один просто. Что интересно у нее? Она, короче говоря, заболевает этим гриппом, якобы гриппом вот этим испанским. Спасти ее не могут, она умирает. Очень быстро умирает. Ее бальзамирует ее тело для того, чтобы перевезти в Москву. Но в это время опять-таки там то красные, то белые. Все это уходит. Опять интервенты занимают это вот само тело. Тело ее остается в виде монастыря. Потом, когда уже интервенты французские оттуда уходят, оно... Дело в том, что это тело, ее гроб с этим телом оставался несколько лет, каким-то образом хранился. И когда уже в 1932 году советская власть, я не знаю тогда еще кто этим руководил, стали уничтожать кладбище, вот сегодня я об этом говорила, стали уничтожать старые кладбища, то уничтожили этот собор, а ее гроб с этим телом исчез, просто пропал. И сейчас там на этом месте приблизительно, где вот он стоял, стоит просто ее памятник. Но дело в том, что считается официальной версией, что она действительно умерла от гриппа, потому что он там всех косил, миллионы людей якобы валялись. На самом деле никто не валялся. Они говорят, что 30% людей погибло, несколько миллионов, а в другом они говорят 0,6%. Нормально, да? Разница, вот эту разницу они пишут. Вот, и что касается этой Веры Холодной, она все-таки, по всей видимости, ей не простили беляки, по всей видимости, она все-таки, наверное, работала, либо они так решили, что она работала на ЧК, и считали, что ее все-таки отравили белогвардейцы, отравленными лилиями, что она умерла. Но дело в том, что вот этот Ля Варш, я забыла ему, я забыла, Де, Де, по какой-то французской, потом скажу. Этот парень, чекист, который работал француз на чекистов, дело в том, что она погибает 16 февраля 2019 года, 19-го года, 19-19, они любят, кстати, цифры, а он погибает, он погибает через два месяца, ему тоже 25 лет, вот ей 25 лет, ему 25 лет. И он тоже, его могила неизвестна, его то ли утопили, то ли его сожгли белогвардейцы, ну, короче говоря, вот просто исчез. Тоже вот его вскрыли, вскрыли его, что он работал на чекистов. А еще он писал в этом письме про нее, про какого-то апостола. Вот не тот ли этот апостол, про который потом фильм сделали, вот не знаю, вот надо будет посмотреть. Очень интересно, что это за апостол был. Вообще была очень интересная агентурная сеть. Настолько было жестко, настолько умные люди там работали. Там так все было непросто, в эту Первую мировую гражданскую войну. Очень непросто, очень непростые люди, я могу сказать. И вот туда, когда опускаешься, это как вот космос какой-то. Начинаешься одно за другое просто. Вот даже сейчас могла бы рассказывать и рассказывать, но нам надо идти в кафе. Всего удачи, Леволю. Большое почвы. Поздравляю. Поздравляю. Дорога в Лефортовый. Этот маршрут – это старая масонская тема. Но она не настолько старая, она оказалась, что совершенно современная. И в этот раз мы попали в одно масонское гнездо, но об этом я расскажу в другой раз. Хочу сказать, что на каждой прогулке нам обязательно случается какой-то подарок от информационного поля. Это уже заметили многие участники. Обязательно, когда мы идем, мы ждем какой-то сюрприз. Нам то двери в какой-нибудь подвал откроют неожиданно, то еще что-то. Так и на этом маршруте в Лефортово нам тоже открылся один очень интересный объект. Даже уже когда половина группы разошлась, это было в самом конце, все устали, но тем не менее мы попали просто-просто, вот ахнули, куда мы попали. Но об этом в другой раз расскажу. Подписывайтесь на мои каналы. Впереди много всего интересного. Ну, просто не хватает времени все это делать быстро-быстро, так, чтобы вот каждый день не получается. Но ничего, потихонечку. Всех вам благ. С вами была Галина Конышева. До свидания.